Каждую весну по всей стране поджигают траву. Каждый год пожарные работают во время весеннего пала без отдыха. Ведь горящая трава может привести к плачевным последствиям. Огонь с травнистых насаждений может переброситься так, как на жилые дома, строения, автомобили. Принести серьезный ущерб, в том числе и возможная гибель людей. Также хотел бы сказать жителям нашего района, а также приезжим, недопустимость сжигания пала травы на территории Сердюпосадского района. Предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в отношении граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Скоро будет введен особый противопожарный режим на территории Московской области и штрафные санкции могут возрасти почти в два раза. Штрафы сейчас главная мера воздействия на нарушителей. Много внимания уделяется и профилактике. В рамках профилактических мероприятий почти ежедневно сотрудниками гарнизона пожарной охраны Сердюпосада проводятся встречи с населением, раздаются листовки, памятки, профилактические мероприятия. Если выявляем граждан, которые нарушают требования пожарной безопасности при проведении огневых работ, либо сжигания неправильно, по расстояниям или от строений, то привлекаем к административной ответственности в соответствии с кодексом административных правонарушений. Горящая трава каждый год приводит к серьезным пожарам. Минимум несколько домов в нашем районе загораются весной от травы. В некоторые годы сгорало по пол деревни. Сгоревших заборов и сараев в разы больше. А ведь нередко огонь с полей переходит в лес, на торфяные болота. Страдают животные. И все это от необдуманного поведения поджигателей травы. Впереди пожароопасный месяц, когда именно от жителей, от их сознательности зависит многое. Сохранность жизни мелких животных, которым сложно убежать от огня. Сохранность лесов, домов в населенных пунктах. Поэтому каждый год МЧС предупреждает – не жгите траву. А в случае возникновения травяного пала, звоните по единому номеру 112.